Средневековый инструмент появляется в раскопках с 12 века на иконах тоже в этот период. Также их называют шлемовидные еще. Они больше для такого духовного репертуара использовались. Такие гусли еще называют псалтырь. Их можно увидеть изображенными на средневековых иконах. Они сопровождали духовные песнопения. А вот эти гусли, более привычные взгляду, были распространены шире. Это крыловидные гусли. До наших дней дошли, до 80-х годов, в 20 веке еще играли в деревнях Пскове, в Новгороде на них. Они диатонически настроены, как и те. То есть в одной тональности у меня 12 струн, распространенные 9-10. Эти гусли из кедра сделаны, задняя дека из ели. Но делали из разных деревьев, из чего росло. В общем, в саду из того делали из яблони иногда. Но из яблони тяжелее, конечно. Дуэт Кукша по народному названию «Маленькой певчей птички» сложился в прошлом году на общем интересе музыкантов к этнической музыке. Скажем, Андрей изначально играл на гитаре и бас-гитаре. А гусли, гармонь и другие инструменты пришли постепенно. Это как-то изнутри пошло. Я не мог уже противиться этому. То есть почувствовал, что остальная музыка уже не вызывает у меня таких откликов такого. Ну, конечно, вызывает, но вот то, что я услышал в народном творчестве, такого я еще не слышал. Его гусли сделаны на заказ и те, и другие. Мастерами вручную. Музыку напарники ищут в многочисленных архивах, которым доступ, к счастью, есть. А вот должного интереса пока, к сожалению, нет. Сейчас у нас интернет. Слава Богу. То есть и множество экспедиционных записей существует уже. Ну, там не все, конечно, слили там в сеть, но уже можно достать что-то. Вот. К тому же есть вещи, ну, в узких кругах популярные, вот, скажем, фальконерные там. Но они почему-то вот не могут вот как прорваться к широкому зрителю. В репертуаре калятки и духовные стихи, мелодика которых удивляет и заставляет замереть, даже если вы далеки от религии. Но это выступление для публики благодарной. Сегодняшним зрителям религия близка. Уже 10 лет проходит, по каждую среду, проходит молодежное общество «Гранаты». Мы объединяем молодежь, которая интересуется вопросами, во-первых, религии, во-вторых, интересно просто встречи, общение, прежде всего общение, религиозные вопросы те или иные. Приглашаем интересных людей, или как сегодня приглашаем вот коллектив, который хранит традиции нашей песнопений, наших музыкальных инструментов. Эти встречи необходимы еще и для того, и такие концерты необходимы для того, чтобы познакомить людей, в частности нашу молодежь, которым принадлежит будущее, с нашей замечательной традицией, традицией музыки, традицией песни, и, конечно, песней религиозной. Волшебные звуки струн и мелодика фольклорной музыки, рассказы о гуслях и истории их в народной культуре в столь нелегкое время. Подобная встреча может оказаться окрыляющей и целительной. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо-чудо воскрещают.